Слава Господу! Я обратился к Господу в 1994 году. 20 лет тому назад я принял водное крещение. Я родился в семье неверующих людей. Их жизнь показывала, что это неверующие люди. Я жил на стыке двух культур. Моя мама узбечка, а отец русский. Мы имеем украинские корни, потому что фамилия Стасюк. Но в паспорте пишется русский. И если я приезжал, например, до бабушки нашей мусульманки, то она говорила, иди зарежь курицу и скажи бисьмеля. Если я приходил к бабушке русской, она говорит, иди возьми топор, отруби курице голову. Ну, две культуры, да, две религии. Одни говорили, так, ты наш, ты русский, тебе нужно покрестить в православной церкви. Мусульмане говорят, ты наш, потому что у тебя мама мусульманка, и тебе нужно обрезать. И две религии, две культуры между друг с другом, они всегда конкурировали, да. Это два родства, но мы стали баптистами, мы приняли Иисуса Христа. Я всегда смущал, что их образ жизни, он не соответствует. Это как бутылка водки, которой поменяли этикетку, а содержимое тоже, да. Они говорят, что мы верующие, мы православные, но они обманывают, они воруют, они ведут безбожный образ жизни, но, говорит, мы православные, правильно славим Господа. Но жизнь правильно бесславит Господа, да. Когда мы смотрим на мусульман, те родственники, мои дяди, тети, мусульмане, это покорный Аллаху в переводе на русский, но они живут безбожной жизнью. Это мы видели. И слава Господу, Господь в 19 лет постучался моему сердцу еще раз и протянул свою руку, и Господь коснулся меня. Я помню, в 93-м году было рождественское служение, и мои сестренки, младшие, они посетили одно из служений, тогда Ивановская церковь и церковь из Жамбула. Они по очереди приезжали в военный совхоз, это как раз моя родина, Жамбульская область, и проводили служение. И я помню, когда вот 93-й год, это такой развал союза, очень сложная жизнь, и я помню, они приносят такой маленький кулек конфет. И я тогда удивился, что это за люди, которые вот просто так дали. Я знал, что в наше время просто так никому ничего не дают. Я заинтересовался. Я читал брошюрки, я читал книжки, такие книги Кристины Рой, как мечтатели. Я читал рассказ бывшего каторжника. И я говорил, во, мы вот так же должны жить. Вот почему моя душа так томится. Я помню, когда я понимал свое погибельное состояние. Я пришел на собрание у нас с тетей Тони, в ее доме проходили богослужения. И я сказал, тетя Тони, я хочу покаяться, я не могу. У нас сегодня призывают, говорят, вы идите покайтесь. А тут я сам прихожу и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, подожди, подожди. Вот на следующей неделе приедут братья, вот они проведут служение, и ты тогда покаешься. И я ждал этой недели, не мог, потому что думал, если я сейчас умру, то я окажусь в аду. Потому что я понимал, я ужасный грешник. Когда я не знал, что я могу покаяться и среди недели, один на один перед Богом. Но я ждал этого дня, этой минуты. Я помню брат, который приехал, ему заранее сказали, что там молодой брат хочет покаяться. И вот он приготовил специальную проповедь. Он там стращал адом, пугал, но я ждал, когда ты скажешь, аминь, я хочу покаяться. Я хочу принять Иисуса Христа как личного Спасителя. Я помню, знаете, я даже, вот когда я там открыл свое сердце, покаялся. Но настоящую встречу я пережил дома, когда я склонился пред Господом. И сказал, Господи, прости мои грехи. И знаете, такой мир наполнил мое сердце. Мне хотелось вот встать из колена, это была ночь. Я готов был каждого встречного выйти и сказать, ведь Бог действительно существует. Люди, посмотрите, Бог и есть. Бог посетил мое сердце. Со временем Господь благословил, мы совершали служение. Я уже стал ответственным в этом селе. У нас были гонения, у нас были трудности. Родственники все восстали, особенно с православной стороны. Баптисты это секта, баптисты это те, которые в жертву приносят детей. Я помню, как наши сестренки, мои сестренки поехали в лагерь Машад. И там так получилось, то ли автобус сломался, то ли еще что-то. Еще на один день или на два задержался их возврат обратно домой. И я помню, мама не находила места. Она говорит, где мои дочери? Куда вы их дели? Вот я, говорит, слышал, соседка тетя Мария говорит, что их принесли в жертву. А она ее надускивала. Она говорит, да, Галла, ты видишь, вот нету, нету, вот поэтому это баптисты же. Хотя потом эта тетя Мария приняла Иисуса Христа как личного спасителя. Она ушла в вечность, примиренная с Богом. Но на тот момент она тоже ничего не знала и тоже клеветала. Отец, я помню, брал большую палку, гонялся за сестренками. Были очень большие гонения, потому что родственники все восстали на нас. И знаете, родители в один момент как-то посмотрели на нас, на нашу жизнь. Посмотрели на детей, родственников, посмотрели на их жизнь. И вдруг мама говорит, слушайте, а что они до моих детей докопались? Да пусть на своих детей посмотрят. Как они живут, говорит. И там такая жизнь, ну, вот те тети мои, которые восставали, смотрим, одна раком заболела. Там у тех проблемы. Ну, как бы Господь стал вмешиваться. И родители настолько расположились к нам. Они купили вот мне дом, я помню, да. И в этом доме разрешили проводить собрание. Это дом молитвы в моем доме. В военном совхозе проходили богослужения. Длительное время, пока я не женился, проходили собрания. Бог так благословил. Через некоторое время нам предложили, чтобы мы с женой переехали в село Бауржан-Мамушилы. Это бурное для миссионерского служения там. Потому что нужен был служитель на месте, нужен был сторож при молитвенном доме. Ну, какая-то семья. И пастор в нашей церкви, он привел 9 причин, почему именно я должен туда переехать. Мы молились долго, в переживании. Ну, и согласились переехать, оставив все. Мы переехали в 2000 году в село Бауржан-Мамушилы. Я помню, знаете, у нас была такая мечта. Мы держали очень много хозяйства с женой. Я уже сегодня отделился на подростковом служении. У нас были коровы, свиньи, быки. Большое хозяйство. И у меня всегда была мечта. Я слышал такое свидетельство, когда спросили одного брата. Говорит, сколько ты трудишься для Господа? Он говорит, я тружусь для Господа 24 часа в сутки. И вы спросили, а как ты это трудишься? Он говорит, вы знаете, у меня есть миссионеры, которых я поддерживаю. Два миссионера. Один миссионер в одном полушарии, а другой миссионер в другом полушарии земли. И когда вот здесь ночь, а там день, он трудится для Господа. Потом там ночь, здесь день, просыпается другой, и он начинает трудиться. Я тружусь для Господа 24 часа в сутки. И я помню, как к жене пришел и говорил, знаешь, жена, давай мы тоже вот так найдем миссионера, которого будем поддерживать, и он будет совершать служение для Господа. Это было наше огромное желание. Я помню, мы жертвовали для Господа 10 часть и сверх того, чтобы содержать миссионера. И Господь разговаривал с моим сердцем. Знаете, у меня была мечта найти человека, который бы трудился, а я бы его поддерживал. И он бы мне делал бы отчет о своем служении. И однажды Господь проговорил моему сердцу, и я пришел к жене и говорил, жена, я нашел миссионера, которого мы будем поддерживать. Она говорит, кто он? Я говорю, это я. Давай, я буду нести служение, трудиться, ты будешь мне помогать в этом служении. Вот так мы приняли решение пред Господом, и я стал служителем, миссионером совершать служение для Господа. В 2005 году я был рукоположен на пресвитерское служение. В 2000 году был диаконом церкви, через 5 лет на пресвитерское служение. Я помню, как мы все искали старшего пресвитера в нашем южно-казахстанском объединении. У нас был старший пресвитер Шоков Владимир Михайлович, потом он уезжает, у нас Гаврилов Николай Александрович. И вот на съезде в 2006 году он принимает решение, что он съест, отпускает его по болезни, по еще некоторым моментам принимает решение освободить старшего пресвитера, но с обязательным условием, чтобы старший пресвитер был в нашем объединении. И мы все искали, мы молились, кто же будет старшим пресвитером. Давайте Якова Тисина к нам пригласим. У Якова Тисина что-то не получилось. Давайте Володю Телише. Володю Телише попробовали, он проехал везде со служением, и он сказал, нет, братья, это не мое, я не смогу нести служение. И мы все молились, и вдруг Николай Александрович говорит, слушай, Вячеслав, это ты. Я молился, и он подошел с этим предложением. Я говорю, да нет, вы что? Я думал, мы сейчас кого-то найдем, кто-то здесь будет. Самый молодой пресвитер, два года только, как рукоположено. По возрасту мне 32 года. Кого-то другого нужно. Ну, и он говорит, ну смотри сам, вот если съезд тебя изберет, то вот если это хочет Господь, то ты не нам говоришь нет, ты скажешь Господу нет. Вот, поэтому ты сегодня должен принять решение, как Господь тебе хочет сказать, вот то ты и прими. Я долго молился, я помню, я просто вопиял к Богу, я говорил, Господи, вот если ты мне точно не дашь ясности, что ты действительно хочешь, чтобы я это делал, то я не готов нести сон, просто морально не готов. И знаете, я просто вымолил у Бога, вымолил, у меня в сердце пришел мир. Вот внутри себя пришел мир и уверенность, что этого хочет действительно Господь. Я помню, я стоял перед съездом, и когда у меня спросили, Вячеслав, что ты скажешь? И я сказал, знаете, братья, вот Бог сказал моему сердцу, вот если весь съезд скажет нет, я скажу, вы, наверное, ошиблись, потому что я получил уверенность. И действительно, ну, Господь так избрал, благословил. И уже третий год, как меня избирают на старшего пресвитера, это уже третий срок. После первого срока меня избрали заместителем председателя, уже, получается, второй срок, я уже и заместитель председателя союза. Ну, такое мое служение не потому, что я считаю себя незаменимым, и мне нужно обязательно быть пресвитером Вановской церкви, нужно быть старшим пресвитером, и нужно быть председателем одновременно один в трех лицах. Это наша скудость, братья и сестры, это наша огромная нужда. Мы сегодня предлагаем некоторым братьям, мы готовы рукоположить на диаконское, на пресвитерское служение, если вы хотя бы на два года согласитесь нести это служение. На два года, если вы останетесь в Казахстане, мы готовы тебя рукоположить, чтобы ты нес служение, потому что некому посещать большие вот эти церкви, группы. Представьте себе, огромная территория, регион, был запущен мощным механизм служения. Это сделали даже не мы, это сделали наши отцы, наши предшественники, которые обладали миссионерским видением. И мы очень рады, что они обладали этим видением, потому что во многих селах, во многих городах образовались малые группы церквя, были приобретены ряд молитвенных домов, было организовано много служений, мы просто переняли эстафету, мы как бы включились в эту эстафету служений. И вдруг при таком огромном количестве служений не хватает служителей. Объем служения остался тот же, а служителей-то нету. И сегодня огромная нужда, чтобы обслуживать эти точки, эти группы, посещать эти дома молитвы. Их нужно отапливать, их нужно делать ремонт, там небольшие группы бабушек, огромные штрафы. Там приходит, например, небольшая группа людей собирается. И мне звонит служитель и говорит, брат Вячеслав, нам надо что-то делать, иначе нас оштрафуют. Нам нужно срочно сделать там сигнализацию, противопожарную сигнализацию. С нас требуют и огромный штраф. Это огромные деньги, 100 тысяч тенге. Если брат, они обслуживают 4 поселка, их село, то все средства, все сборы, которые они собирают, это единственное на дорожные расходы. На ремонт, это обращение к региону, установка вот этой, тоже к региону обращение. Жить можно по нашим зарплатам. Некоторые приезжают и говорят, смотри, живете неплохо. Да, жить можно, пока нету форс-мажорной ситуации. У нас одна сестра, вот перед тем, как мне уезжать, у нее обнаружили какое-то предраковое состояние, да, ей нужна срочная операция. Требуется 40 тысяч тенге. Она говорит, мне больше некому, Вячеслав Александрович, мне просто больше некому идти, пожалуйста, помогите. Я, говорит, когда обратилась к врачу и сказала, помогите, разве у нас медицина не бесплатная? Он говорит, я извиняюсь за выражение, это он сказал, кошка бесплатно хвост не поднимет. У нас ничего бесплатного нету. И знаете, когда вот что-то вот выйдет из ряда вон ситуацию, детей нужно в школу готовить, пять учеников, и нужно купить им книги, нужно их собрать, все, семья сразу на мель садится. Только какая-то форс. И это наши служители, которые несут служение, которые приняли решение пред Господом, у них есть возможность уехать, оставить служение, им предлагают работу и так далее, но они решили посвятить себя Господу. У нас ряд таких миссионеров, которые имели хорошую зарплату, хорошие, знаете, и он, и она получали хорошую зарплату, но приняли пред Господом переехать в этот районный центр для служения. На мизерную зарплату. Они еле-еле сводят концы с концами. Если регион не будет помогать, то кто им поможет? Я помню, когда только заступил старшим пресвитером. У меня нету никаких связей, у меня нету родных и близких, которые жили бы за границей, мои родные дети и так далее. У меня дети все маленькие. И я помню такой момент, когда, знаете, вот сегодня брат прочитал «Место священного писания». Вот что смутило вот этих учеников? Какие трудности они увидели? Они говорят, место здесь пустынное. Нас всегда смущает место, где мы живем. Посмотрите, какая у нас местность. Это же Казахстан, здесь большие трудности. Что нас еще смущает? Время, да? Они говорят, время уже позднее. И нам говорят, мы живем в особое время. У нас большие искушения, последнее время. Что нас еще смущает? Средства, да? 200 длинариев не хватит, чтобы накормить такое множество людей. Вот я стоял перед таким выбором и говорил, действительно, не хватает средств. Что делать? Это как, знаете, в той ситуации, когда во время Великой Отечественной войны поставили перед матерью двоих детей и сказали, одного ты можешь выбрать, а второго мы застрели. Кого мать должна выбрать? Двое детей. Она обоих любит. Кого должен старший пресс-фитер освободить от миссионерства? Они оба приехали сюда на служение и сказать, слушай, я тебя освобождаю от зарплаты, а ты остаешься. И знаете, было очень большое искушение. Кто останется миссионером? Кого мы освободим? Я просто хочу сказать, знаете, было очень трудное время, и я так благодарен Господу, что были братья и сестры, которые уехали в Америку, которые уехали в Германию, и у них было переживание о служении в Казахстане. И знаете, мы чувствовали, что мы не одиноки, что мы не брошены, что есть те люди, которые молятся о нас и переживают. И вот эти, может быть, малые средства, это было огромной помощью для нас. Когда мы просто брали и говорили, слушай, это надо тебе, на, давай поможем. Смотри, тому операцию надо, тому служение. Сейчас штрафуют за то, что ты благовестуешь, свидетельствую. У нас уже ряд штрафов есть, да? Когда просто наложили на 90 тысяч тенге, наложили на семью брата и штраф. И тогда, когда они не могут заплатить этот штраф, они решили из пособий, как матери героини, выделяя средства, с этих денег высчитывать штраф. Какой-то абсурд, да? Я просто удивляюсь. И такие трудности есть, друзья дорогие. И я просто хотел сказать, что то, что вы делаете, для нас, для нашего региона, это очень важное дело. Я не знаю, я не дерзну сказать, но у меня иногда такие мысли, что если нас прекратят поддерживать, то нам просто нужно многие проекты, многие служения просто сворачивать. Многим миссионерам просто надо куда-то выезжать и работать, потому что на местах нет работы. Да, он трудится там, да, он совершает, но чтобы ему найти нормальную работу, чтобы хотя бы провести семью, ему надо куда-то выехать. А что такое выехать? Значит, туда нужно кому-то приезжать. А что значит туда приезжать? Это значит, нужен транспорт, это нужны расходы еще дополнительные. И так далее и тому подобное. Мы благодарны Господу, что Он дает нам возможность сохранить то служение, которое у нас есть. И плюс еще дает такое желание спасать еще других людей, достигать проповеди Евангелия. Мы видим результат. Мы каждый год крестим людей. Мы каждый год видим покаяние людей. У нас сегодня очень много из казахского народа. У нас совет уже присвятеров, очень много казахов. Знаете, когда только заступил на служение, может быть, так Господь благословит? Я не знаю, что я и для русских, как русские, и для тюркскоязычных народов, я как тюрк, они тоже меня за своего считают. Это, говорит, наш. Казахи говорят, о, это наш, Вячеслав, это наш. И меня это очень радует. И я помню, когда наш регион стоял на грани разделения, у нас было принято решение, даже казахи говорят, у нас будет отдельная касса, у нас отдельное служение. Служение, отдельное это. И мы думали, все, наш регион просто разделится. Ну, слава Богу, мы пережили этот момент. У нас сегодня очень хорошее служение. Я был в других регионах. И когда я там был, я приехал, я принял решение и сказал, братья, как я рад, что у нас такие хорошие отношения. И я говорю, когда я там был, я решил, что каждому брату, служителю просто пожму руку и скажу, слава Богу, что у нас хорошие отношения. У нас с казахами, братьями, хорошие отношения. Они у нас в совете служителей. Мы вместе видение устраиваем. Мы вместе совершаем служение. Мы вместе их посылаем в Россию. У нас уже видение России, казахов в России достигать проповеди Евангелия. Наши казахи ездят туда и проповедуют. И мы рады, потому что мы живем принципом, давайте и дастся вам. Если мы будем давать, Бог тоже будет нам давать. Если мы будем лучших служителей посылать, то Бог нам своих взрастит. И этим принципом мы хотим придерживаться. Ну, это короткое такое вот свидетельство о том, чем мы живем, что мы делаем. сегодня меня попросили, чтобы сказать тему. Я тоже хотел оставить время. И для темы. Это тема для молодежи больше всего. Текст Священного Писания. Евангелие от Матфея. 16 глава. 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». У нас один брат. Он часто ездит на машине. И вы знаете, вот сейчас, правда, у нас законы меняются для дорожной полиции. Но кто был в Казахстане, тот знает, если дорожный полицейский останавливает, то нужно выходить с машины и идти к нему на поклон. Помните, может быть? Нет, братья и сестры. Кто был, идешь сразу, несешь документы. И наш один брат, он ездил на церковном транспорте, и когда полицейские его останавливали, он выходил, показывал документы, говорит, «А мы церковь, мы церковь». «А, церковь, ну езжайте, езжайте». И он уже настолько привык, что уже и выходить не стал. Он открывает окошко и с окна кричит, «Церковь, церковь!» Ему говорит, «Езжай, езжай». И вот однажды он подъезжает в очередной раз и кричит, «Церковь, церковь!» А оттуда ему полицейский кричит, «Полиция, полиция!» Ну, тут что, надо уже выходить и идти к этой полиции. Вы знаете, мы иногда по-разному понимаем слово «церковь». Некоторые думают, церковь – это то, что чем-то мы могли бы прикрыться. Церковь – это то, что что-то мы можем получить оттуда. Но Господь показывает, что такое действительно церковь. И здесь Он говорит о следовании за Ним. Здесь, обращаясь, Он говорит, «Кто хочет следовать за Мною, кто хочет идти за Мною». Знаете, зачем сегодня идет молодежь? Зачем сегодня идут молодые люди? Или за кем? Писание говорит в Исход 23.2. Она показывает, что многие идут за большинством. И там написано, «Не следуй за большинством на зло». Смотрят, сколько идут. Ого, смотри, их там больше. Знаете, я помню, как-то наш брат, старец как-то делился, говорил, свидетельство – это времена атеизма. Он шахтер. И вот он говорит на одном таком партийном заседании, когда такое было служение, ну, это атеисты сделали. Выстроились очень много этих ветеранов, таких работников, которые заработали. И вот он сидит и говорит, ну, человек 600 там было. И я сижу вот на всех, смотрю, и говорит, у меня сердце ёкнуло. «Неужели вот эти большинство людей, они глупее меня? Неужели я умнее всех их? Вот я верю, что Бог есть, что за Богом нужно идти. Но посмотри, вот их такое множество людей». И вот в сердце, говорит, вот всё ёкнуло. Может быть, что-то... И, говорит, вот это сомнение, которое вошло в меня, родители заметили, верующие. Они говорят, «Михаил, что случилось?» Говорит, «Да нет, ничего». Молодой парень, сам себе замкнулся, не хочет делиться с родителями. Это заметил и пресвитер, что что-то изменилось у Михаила. И Михаил, «Что случилось?» Говорит, «Да ничего, всё нормально». А, говорит, «Да внутри у меня сомнений». И говорит, «Я начал немножко теплить, тогда, когда пресвитер сказал, «Михаил, искушения будут, но ты держись Христа. Борьба будет, держись Христа». И, говорит, вот эта мысль, она тоже давала мне какой-то стимул, желание держаться Христа. И в конец, я, говорит, попалась мне книга «Янгус». В то время, как-то вот, атеизм светской литературы выпустили такую книгу «Янгус». И, говорит, меня совсем сломила та ситуация, когда Янгуса осудили, и вот он там, в подвале, многие дни, недели, месяцы, находится там, и вот друга его уговаривают те кардиналы о том, чтобы он уговорил этого Янгуса, чтобы он отказался от своей веры, от своих убеждений, и чтобы, ну, согласился бы, хотя бы вот, видимо, согласился, что он заблуждался. И вот друг решает спасти Янгуса, и он спускается туда, в подвал, подходит к нему, и вот у них встреча, долго не видели друг друга. И он говорит, Ян, откажись от своих убеждений, ну, хотя бы вот на время, хотя бы вот, знаешь, будет еще время, когда мы будем стоять за истину, будет время, но сейчас это не время, сейчас вот согласись, ну, смотри, большинство, да. И он говорит, знаешь, друг, мы должны держаться истиной, даже тогда, когда зло побеждает. Мы должны держать истину, даже тогда, когда на стороне неправды большинство. И говорит, когда я вот это прочитал, меня как будто вдохновило что-то, у меня перевернулось, я должен держаться правды, даже тогда, когда большинство не держится ее. Молодые люди часто вот ломаются, они сказали, ну, что, неужели вот нас, горстка людей, в сравнении с теми людьми, которые вот, большинство вне этого дома молитвы, ну, неужели мы умнее их, да? Ну, держись правды даже тогда, когда большинство не держится этой правды. Неверующие друзья – это следующий момент, чему люди следуют. Худые сообщества, они развращают добрые нравы. И когда Давид давал Соломону советы в притчах первой главы, один из моментов советов, чтобы он избегал плохих компаний, они развращают добрые нравы. Не нужно следовать им. Я не знаю, как здесь у вас молодежь, но мы замечаем, что есть, знаете, вот как-то уже мы запереживали за нашу молодежь. К нам приходят тоже молодые люди, они, видимо, делают изображение, как будто Бог им нужен, как будто бы они интересуются Богом. Но они не Богом интересуются. Они здесь утверждают себя. Они не могли утвердить себя там, в миру. Они утверждают себя здесь, они такие крутые, потому что мы учим смирению, мы учим покладистости, любви верующих христиан. И вот он здесь, как комнатный орел, ведет себя. И знаете, молодые люди тоже соблазнивают, они смотрят, о, смотри, как он ведет. Я помню как-то на мясокомбинате раньше были такие козлы, которые ввели овец. Овец, если загонять, они не идут сами. А вот козлы, когда вот так вокруг походят, они раз, специально обучены, они идут туда, и овцы за ним. Потом раз, ворота закрываются. Все, на мясокомбинат, всех овец вырезали. А этот козел возвращается. И вот такие козлы есть иногда и у нас. Помните, Иисус разделяет овец и козлов в разные стороны. Они приходят сюда, но приходят, чтобы увезти наших овечек. Иногда наша молодежь не всегда это может разглядеть. Они не всегда остаются за теми, которые вот хотят следовать за Иисусом. Они идут, он смотрит, он вышел, но они не служат, вот эти не делают, и раз, и уходят. Еще зачем могут следовать? Следуют голливудским героям, да, каким-то артистам. Когда приходишь к молодому человеку и увидишь, что его стены, я не знаю, как у вас, облеплены там у нас, облеплены каким-то героем, каким-то артистам. И молодые люди хотят подражать им. Таких людей даже не существует в мире. Это просто он красиво сыграл роль. И молодой человек хочет следовать ему, следовать тому, что он увидел в фильме и так далее. Плотские христиане это еще одна категория людей. Помните, апостол Петр, которому Иисус сказал, следуй за мною. И вот он идет за Иисусом, и вдруг он останавливается и говорит, а он что? А там Иоанн шел, да, а он что? И часто так бывает. Верующий человек идет, а он что? Мам, почему ты у меня требуешь от меня это? А вон, посмотри, дочь Марии Ивановны, допустим, а ей что можно? А ему что можно? А он что? Да, часто молодежь на кого-то другого смотрит. А он что? Хочет подражать плотским христианам. Помните, апостол Павел пишет в церкви Галатам. Он говорит, вы шли хорошо, кто остановил вас? Один из переводов даже говорит, что шли, этот был бег, вы бежали хорошо, есть молодые люди, которые очень хорошо начинают, они участвуют в служении церкви, они начинают где-то уже пробовать обращаться к Господу, хорошая жизнь, и вдруг остановились. Кто остановил вас? Плотские христиане. Невозможно идти, например, в ногу, я вот как-то читал об одном человеке, который в 50 лет десятки марафонов пробежал. Пожилой уже человек, марафонский забег он делал, его спросили, что давало вам силы, почему вы не бросили это занятие? Он говорит, самое главное найти хороших друзей, потому что невозможно, если ты идешь в этом направлении, а друг идет в другом направлении, невозможно идти вместе, ты обязательно рано или поздно тоже повернешься, и тоже будешь идти в том же направлении, куда твой друг. И если твой друг идет не быстрым темпом, а еле-еле, рано или поздно ты тоже должен будешь избавить темп. Плотские христиане всегда тормозят церковь. Мало того, плотские христиане могут даже и невозрожденные среди нас. Я помню, как-то Куксенко Юрий Федорович делился, он говорит, братья, служителей собрал, говорит, братья, бойтесь, чтобы в нашей церкви не было слоненков, не было слонов. Мы тогда думаем, что за слоны, и при чем тут слоны? Он говорит, а вот слоненка ты завел, говорит, в дом, его кормишь, он вырос, стал большим слоном. И ты уже, говорит, в дверь его не можешь вытолкать, он же не вмещается в дверь, в окно не помещается. Чтобы слона вытащить с дома, нужно что-то ломать. Он говорит, бойтесь таких людей принимать, которые невозрожденные люди. Это как те слоны, он вроде бы слоненок, он так незаметно, но он вырастает. У него уже группа людей, у него уже целая аудитория, он же тон задает в церкви. Ему не нужен Бог, он не переживает и не щадит церковь Божия. Ему не нужно принципы единства и любви в церкви. Он уже слон, крушит все подряд. Его уже просто так не вытолкаешь с дома молитвы. И он говорит, бойтесь таковых. И вот плотские христиане, которые живут по плоти, а может быть, даже невозрожденные, молодежь хочет следовать им. Вслед своих похотей, это еще один момент, чему следуют люди. Вслед своих похотей. Писание говорит, он идет как волна убиения. Его мысли только о каком-то грехе. Я как-то вспоминаю, одна женщина у нас была в селе, ее звали тетя Майя. Я ее часто приглашал на собрание. Говорит, тетя Майя, придите на собрание. Она говорит, Славик, не могу, я так работаю, так устаю. Вот сейчас мои сыновья женятся, я, говорит, обязательно, снохи будут. О, говорит, они будут помогать, я буду приходить. Она раз, снохи появились, я прихожу, тетя Майя, ну как? Она говорит, какой там снохи, сейчас на пенсию выйду, пенсия будет, обязательно начну ходить. Хорошо, опять прихожу, тетя Майя, вы уже на пенсии, снохи как? Ой, говорит, внуки появились, за внуками надо смотреть, некогда, Славик, вот сейчас, сейчас, сейчас. Так она и не пришла к Господу, так она и умерла. Это как, знаете, этот пастор Буш ходит, рассматривает кладбище, разные монументы смотрит, памятники, вот на одном памятнике он увидел, там написано, этот человек всю жизнь работал, заработал славу, почет в труде, слава ему за труд. И он так походил, походил, и говорит, так кто здесь похоронен? Здесь же лошадь похоронена, говорит. Всю жизнь работала, 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 и не знает, для чего работала, в чем ее смысл работы. Вот так иногда люди, они идут вслед своих каких-то прихотей, похотей, им кажется, вот в этом смысл жизни, да? Но есть другая, другая, знаете, более насыщенная, лучшая жизнь, которую предлагает Господь. Молодые люди иногда идут в никуда, это еще один путь, а, говорит, куда кривая выведет, а как там будет, что будет? Я когда спержина читал, он говорит, смотрю, это он такой аллегорию приводит, я говорю, смотрю, там, говорит, такой обрыв, такая гора, там человек еле-еле идет, а тут, смотрю, голопом скачет один, пригляделся, а что это? А до этого, говорит, слепой, на слепой лошади скачет. Человек просто не видит опасности, поэтому ее он несет, а, никуда, да ничего страшного, куда кривая выйдет? Вы видели, может быть, людей, лунатики, да, которые спят? Вот смотришь, он заходит на такие опасные места, на крышу может залезть, и думаешь, ну, надо же, как он туда забрался? Да он просто спит, иногда молодой человек просто спит, духовно спит, он не видит опасности, и поэтому думает, а, никуда, это и никуда. Нет, дорогая душа, ты должен определиться, потому что эти никуда приведут тебя в очень опасное состояние. Мне вспоминается один случай, один человек, когда ехал на поезде, он все время вздыхал, он едет на поезде и спрашивает, какая станция? Ему говорят, и он такой, и садится. Опять становится, какая станция? Ему опять говорят, и кто-то заметил это, и подошли и спрашивают, в чем дело? Почему вы так реагируете? Он говорит, знаете, я каждый раз понимаю, что я еду не в том направлении. Ну, пересядьте, сядьте на другой поезд. Знаете, иногда вот так люди, они идут, но идут в неправильном направлении, они это понимают. День прошел, слава богу, не умер, какая-то раз опасность, чуть не сбили, слава богу, ну, может быть, нужно пересесть, может быть, нужно сесть на тот поезд, который ведет к жизни вечной, может быть, нужно следовать уже туда, по направлению пути вечном, а не тому пути, который ведет в погибель, и может быть, нужно не вздыхать, а принимать решение уже, и мы сегодня молодым людям хотим это предложить. Посмотрите, Иисус говорит, следуй со мной. Мне так нравится, когда Иоанн, креститель, он своим ученикам всего три слова сказал, вот Агнец Божий, и ученики последовали за Иисусом, так и написано, они пошли за Иисусом, всего три слова, вот Агнец Божий, и знаете, вот я сегодня с молодыми людьми разговаривал, я, когда своей сестренке в переживании таком, я говорю, сестренка, значит, ты идешь в погибель, ты же и в ад идешь, ты же знаешь истину, ты же погибнешь, вот если можно было, я говорю, вот на разбитых стеклах, на коленях, умолял бы тебя остановиться, но что моя дряхлая кровь в сравнении с кровью Сына Божьей, если кровь Сына Божия тебя не тронет, не трогает, ты не можешь раскаяться, не хочешь посвятить свою жизнь Ему, если ты не видишь Агнеца Божья, этого жертвы на ягненка, и ты не хочешь начать новую жизнь, тебя никто и ничто не остановит, я помню у нас в селе сосед, мальчишка, его отец просто хотел зарезать, вот так несколько раз ножом, и вот чтобы защититься, он взялся за лезвие ножа, и вот всю руку ему вот просто перерезал он, я помню истекающей кровью, он там стоял и кричал, помогите, помогите, и никто не помогал, я когда подошел до него, я говорю, Павел, что случилось, он говорит, позови, позови кого-нибудь, я истекаю кровью, и это, я помню равнодушие многих соседей, никто не откликнулся, и я тогда молодой, вообще еще мальчишка, тогда был в недоумении, как люди могут равнодушны быть крови этого человека, но знаете, придя в другой возраст, я сегодня смотрю на многих молодых людей, и я говорю, как вы можете быть равнодушны крови Христа, кровь Сына Божьего, которая текла на кресте, и если эта кровь не может вас остановить на вашем греховном пути, тогда вас никто и ничто не остановит, если эта кровь не сделает вас посвященными всецело Господу, вот Агнец Божий, вот этот Агнец, он привлек внимание учеников Иоанна Крестителя, и они стали его последователями. На одном из совещаний у нас в Союзе приехал к нам брат из деревни Шукшина, помните это место, где Ленин, он был в ссылке, и говорит, там до сих пор поклоняются этому месту, он говорит, приехала одна бабушка, она вышла и землю целует, вот здесь Ленин когда-то был в ссылке, и говорит, там настолько коммунизм развит, до сих пор еще, что не разрешали баптистам проводить собрания и так далее, и вот как бы не искали они места, ничего не получалось, молились, постились, уже и группа образовалась там, и вдруг звонок, одна женщина говорит, у меня там в центре магазин есть, я слышал, вы ищете здание, я могу вам в аренду сдать, пожалуйста, возьмите, и вот она сдала в аренду это здание, они использовали его для дома молитв, вывеска, дом молитвы, евангельских христиан баптистов, но что интересно, на площади стоит памятник Ленину, и он вот так рукой показывает в сторону дома молитвы баптистов, и говорит, вот каждый, кто там проходит, видит, Ленин показывает вот на дом молитвы, вы знаете, вот Иоанн Креститель, он показывает на Иисуса Христа, и говорит, вот Агнец Божий, и они сразу все поняли, и они сразу же пошли за Иисусом, они стали его последователем, как следовать за Иисусом Христом, если я принял такое решение, да, посмотрите, здесь интересно, Иисус сам говорит, кто хочет идти за Мною, кто хочет идти за Мною, первое, у меня должно быть желание, брат сегодня напомнил нам о том, что Иисус говорит ученикам, не хотите ли и вы отойти, Иисусу не нужно слепое следование, Иисус хочет, чтобы человек сам желал последовать за Иисусом, я сегодня для подростков напоминал текст священного писания, Саввел и Старса, внезапно сиял свет с неба, и он говорит, Господи, кто ты, а Иисус говорит, я Иисус, которого ты гонишь, и он говорит, что повелишь мне делать, и помните, потом Иисус говорит, он теперь молится, я часто своим детям говорю, вы знаете, я мечтаю, я мечтаю, что у вас тоже в вашей жизни внезапно сиял свет с неба, и вы тоже начали молиться, вы стали молиться не потому, что папа вам говорит, дети, нужно молиться, а потому, что это стало вашей потребностью, вы сами хотите молиться, вы стали ходить на собрания, не потому, что мама вам напомнила, детки, ну-ка собирайтесь, у нас сегодня собрание, А чтобы вы сами шли на это собрание, это ваша собственность была. Вы хотели бы быть туда. Вам нужен Иисус, не потому что вам Папа сказал, вам нужен Иисус, потому что действительно вы желаете идти за Ним. Вот таких Иисус ищет себе последователей. Он говорит, если кто хочет, если он желает идти, если ты молодой друг, желаешь, то ты именно тот, который нужен Иисусу. Мы можем сегодня лошадь или корову подвезти к водопою, но пить она должна сама захотеть. Мы можем привезти сюда молодого человека и сказать, вот сегодня проповедник, сегодня будет собрание, но возжелать, следовать за Иисусом, это должно быть его собственное решение и желание. Посмотрите, второе здесь написано, и Иисус говорит, отвергни себя. Это значит отвергнуть свое гордое «я», свои желания, свою амбициозность. Человек должен иметь смирение. Отвергни себя. Я помню, молодой христианин, я только пришел к Господу, уже начинал проповедовать, 19 лет. Я помню, скакал на лошади по нашей деревне, скачу, и вдруг выскочила собака. Я вот как сейчас помню этот момент. Вы знаете, вот что я ощущал, когда я скакал? Я вам сейчас объясню. Это равносильно тому, когда вот девушка заходит, купила платье. И она заходит вот в дом молитвы, и думает, вот кто-нибудь увидел бы меня, посмотрел бы, какое у меня шикарное платье. Или молодой человек заезжает на машине и думает, вот если бы сейчас молодежь посмотрела бы на меня, на какой я машине крутой. И вот он с пробуксовками так, раз, и вот такие же чувства наполняли мое сердце. Гордый, мне стыдно за них, да. И тут выбегает собака, и лошадь испугалась, она падает, и мне на ногу, и у меня, знаете, кость наружу. Все. Я помню, ночь не могу спать, вот такие боли. Молюсь, Господи, ну почему так? Мне так больно, я не могу уснуть. И Господь стал разговаривать. Он мне просто стал напоминать эти моменты, как я скачу, о чем я думаю, как я горжусь, как я хочу показать себя, как я скачу, как я хочу обратить внимание на себя. И знаете, я понял, я гордый человек, Бог гордым противится. Я стал врагом Бога. Я зову свою сестренку, Светлана, она уже приняла Иисуса Христа, и я говорю, знаешь, я хочу исповедаться. Я возгордился, Господь меня наказал. И знаете, как только я покаялся, знаете, сразу легче стало. Боль куда-то стихла. Отвергни себя, знаете, человек, который не может смирить себя, он не может следовать за Иисусом. Иисус говорит, как вы можете веровать в Меня, если принимаете славу друг от друга? Если мы ищем славу друг от друга, славу человеческую, мы не можем веровать, мы не можем следовать за Иисусом. Один человек, молодой, даже не молодой, знаменитый, который рисовал картины. И вот он узнал, что другой, еще знаменитый человек, он здесь выставил на галерее свои художественные произведения. И говорит, там есть такое произведение, что всякий, подходя к этой картине, он становится перед ней на колени, плачет и молится. Он говорит, что это за картины? Перед моими на колени не становятся картинами, перед моими картинами не плачешь. Что? Любопытство. Но подойти ближе гордость мешает. И вот он так сдалека идет, вот смотрит на эту картину, так посмотрит, пойдет другого, опять посмотрит. Маленький мальчик подходит, его за руку дергает и говорит, дяденька, вы не так смотрите. Он говорит, откуда ты знаешь? Я знаменитый художник, тебе ли учить? Но любопытство взяло свое, и вот он решил подойти. И подошел, и он говорит, дяденька, снимите шляпу, встаньте на колени, и вы что-то увидите. Он посмотрел по сторонам, никто не видит. Он склонился перед этой картиной, наклонился и увидел распятый Сын Божий. И он так свист свою голову. И вот глаза Иисуса можно увидеть только тогда, когда ты встал на колени. И когда ты смотришь снизу вверх, он увидел глаза Иисуса как живые. Они так нарисованы, что он смотрит с такой любовью, с таким состраданием. И он не смог сдержать слез, и он расплакался. Ты не так смотришь на эту картину. Может быть, и ты сегодня не так смотришь на Иисуса. С гордым сердцем, с тщеславным, амбициозным невозможно следовать за Иисусом. Иисус говорит, отвергни себя, отвергни свое гордое я и свои желания. Посмотрите, третье, он говорит, возьми крест свой и следуй за мною. Возьми крест свой. Иван Грид Матфея, 10 глава, 38 стих. Написано, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Иисус говорит, тот даже не достоин. И крест в то время означало позор, страдание и смерть. В то время всем понятно было, о чем речь. И когда Иисус говорит, возьми крест свой, это значит, я должен быть готов к страданию, к позору и к смерти. И если я не готов за Иисусом идти именно таким образом, Иисус говорит, он не достоин меня. Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой. Евангелие от Луки, 5 глава, 27-28 стих написано. После Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора почли, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал. Посмотрите, здесь мы видим четвертый принцип быстрота принятия решений. Царь зовет, следуй за мной. И он тут же сразу встал и пошел за Иисусом. Мне вспоминается, как один человек пришел к врачу и говорит, доктор, посмотрите, что-то у меня там с пальцем. И доктор говорит, ну присядьте, он говорит, я тороплюсь, я водитель, мне нужно быстро, скорее посмотрите. Ну доктор говорит, что вы сделали? Он говорит, я повредил палец, вот тряпкой перевязал. Он говорит, ну грязная тряпка нельзя перевязывать, может быть гангрена. И когда он стал разматывать, смотрит, точно, гангрена. Он говорит, надо резать. Этот молодой человек возмутился, он говорит, как? Вам врачам только резать. Правильно мне, друзья, не ходи к вам. Ну-ка, давайте, забинтуйте назад. И хлопнул дверь и ушел. Через некоторое время приходят, глаза красные. Ночи не спал. Доктор, я согласен, режьте палец. Доктор посмотрел, говорит, теперь надо руку резать. Он говорит, как? Вы же сказали палец. Он говорит, ну палец это было тогда, теперь руку. Он опять хлопнул дверь и ушел. И через некоторое время приносят на носилки. Жена плачет. Доктор, сделайте что-нибудь. И он говорит, поздно. Поздно. Знаете, сегодня Господь зовет. Молодой человек, я не знаю, принял ли ты Иисуса Христа как личного спасителя. Следуешь ли ты за Ним или нет. Знаешь, может быть поздно. Говорят, вот на Ниагарском водопаде, когда человек плывет, еще есть такая возможность в какой-то момент повернуть назад. Но есть какая-то зона, ее называют необратимый процесс, что ты уже понимаешь, что ты сейчас вниз упадешь, но ты уже ничего не сделаешь, не справишься с ситуацией. Тебя несет. Вы знаете, есть такие моменты, когда что-то можно сделать, начать новую жизнь, но бывает наступает необратимый процесс. Человек понимает, но уже ничего не может сделать. И мы видим здесь быстрота принятия решений. Посмотрите, молодой человек, который принимает Иисуса Христа, и чем быстрее он принимает Иисуса Христа, тем больше он может что-то сделать для Иисуса. Чем быстрее он принимает Иисуса Христа, то меньше шансов, что он оступится и упадет на своем жизненном пути. Меньше шансов, что он погибнет, потому что он следует за Иисусом Христом. Если он принимает Иисуса раньше, он может что-то сделать для спасения своих друзей, для своих родственников, родных и близких, по крайней мере, хоть что-то сделать для их спасения. Чем быстрее, тем лучше и больше он может сделать что-то для Господа. Поэтому нужна быстрота принятия решений. И мы видим, Левий, он не медлит, Господь зовет, следуй за мной. И он встал и последовал. Посмотрите, другой момент, разрыв с прошлым. Здесь написано, остави все, остави все. Некоторые люди хотят идти за Иисусом, но одновременно держась за этот мир. Помните, Священное Писание говорит, что если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Писание не говорит, что праведник очень легко спасается. Едва спасается, это еле-еле спасается. Очень много искушений, очень много соблазнов. Представьте себе человек, который пришел в больницу, инфекционную больницу. Если человек соблюдал там все правила гигиены, он носил марлевую повязку, мыл руки и так далее. И то есть какой-то долей процентов, что есть опасность, он может заразиться инфекционной болезнью. То на что может надеяться человек, который не соблюдает правила гигиены? Если человек, который скрупулезно хранит средства, и то есть какая-то доля процентов, что он обанкротится. На что надеяться транжиры? Если праведник едва спасается, то нечестивый где явится? Если человек, который ходит на собрание, слушает Слово Божие, стремится, и то есть опасность, да, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Если опасность упасть, на что надеяться молодой человек, который приходит на собрание, и он позволяет себя, выходя из этого собрания, слушать непристойную музыку, смотреть непристойные фильмы, входить в интернет туда, куда ему не следует ходить. Он не молится, он не изучает Священное Писание. Если праведник едва спасается, нечестивый, на что может надеяться? Поэтому мы видим разрыв с прошлым. У нас как-то было евангелизационное служение с участием Дохненко в городе Тарази. Может быть, кто-то знает его, может быть, он у вас был. Мне понравился один пример. Он говорит, что у них на Украине был такой случай, там была шахта, и вот в этой шахте добывали какой-то цветной металл. И вот со временем, говорит, был такой момент, что во время Советского Союза залили эту шахту водой, 80 метров под водой. Но этот человек периодически спускался в эту шахту, молоточком, он купил скафандр специальный такой глубоководный, его туда спускали на веревке. И вот он тюкал этот металл, набирал в мешок, и наверх, и разбогател машины, рестораны. Но все равно продолжал один раз в месяц спускаться туда, брать цветмет, продавать и большие деньги зарабатывать. Ненасытимость и две дочери, давай и давай. Но однажды случился обвал. Обвалило, полный мешок набрал от их драгоценного металла, и все это завалило, и этот мешок завалило. Ну, не беда, достал ножик, обрезал веревку, и потом в ужасе ужаснулся. Он, оказывается, не ту веревку обрезал. Он обрезал не ту веревку, которая связывала его с мешком, он обрезал веревку, за которую его должны были вытянуть наверх. В мутной воде ты не найдешь этой веревки. Знаете, в его ресторанах играет музыка, на его машинах ездят, там веселятся, а он там умирает без воздуха. Почему он был глупый? Нет. Он что, что-то не... Нет. Он просто не ту веревку обрезал. Знаете, сегодня Бог через это собрание протягивает молодому человеку веревку спасения. Не обрежь ее, обрежь веревку, которая связывает тебя с миром, которая тянет тебя. И вот здесь мы видим, что Левий, он оставил все и последовал. Если ты хочешь идти за Иисусом, то тебе нужно оставить все, что тебя связывает с греховным миром, и следовать за Иисусом. Посмотрите, шестой принцип. Он служит. Это жертвенное служение. Стих 29, он уже в доме приглашает, делает пир, приглашает Иисуса, и уже своим родным и близким начинает свидетельствовать. Он в служении. Как-то одного человека спрашивает. Слушай, вот если бы было у тебя два миллиона, ты бы один миллион пожертвовал бы? Да, конечно, миллион пожертвовал. А если бы у тебя было два дома, ты бы один дом пожертвовал? Конечно, один дом бы пожертвовал для Господа. А если бы у тебя два поросенка было, ты бы одного поросенка пожертвовал Господу? Он говорит, хитрый, ты же знаешь, что у меня два поросенка. Нет, говорит. Знаете, очень легко жертвовать того, чего у тебя нету. Вот если бы были столько миллионов, конечно, пожертвовать. А Бог хочет из того, что у тебя есть. Что ты несешь служение из того, что тебе Бог дал. И это наше служение. И вот мы видим, Левий, он следует за Господом, чтобы ему служить. Я читал одно место в Священном Писании. Один из древних пророков говорит такие слова. Искал я у них человека, который стал бы в проломе за землю сию и не нашел. Я когда читаю, я ужасаюсь. Да, в деле Божьем очень много проломов. В Казахстане очень много проломов. В Америке очень много проломов, где нужны служители, нужны миссионеры, нужны учителя воскресной школы. Очень много проломов. Если хорошо приглядеться, труда для всех хватит для спасения других людей. И в проломе не всегда удобно стоять. Ветер легче на стене человеческой славы. В проломе всегда тяжело. Но интересно, искал я у них человека, который стал бы в проломе. Бог, который ищет заблудшую овцу и находит. Бог, который ищет потерянную драхму и находит. Он ищет заблудшего сына и находит. Но сегодня этот же Бог, который нашел нас и спас. Он ищет среди нас, который стал бы в проломе за дело его. И к стыду нашему, там написано, я не нашел одного человека. Мы бы сказали, это их пророк Езекииль. Да, но там же был пророк Исаия. Там были другие пророки во времена Езекииля. Многие тоже совершали служение. Да, Богу нужен был еще один человек. И поэтому он говорит, мне бы еще одного человека. Одного человека, которого не хватает. И он бы стал бы, и я бы не поразил бы эту землю проклятием. Одного человека. Бог ищет себе служителей. Чтобы следовать за Господом, мы видим, Он оставляет все и служит Иисус. Знаете, апостол Павел говорил однажды такие слова. Имея по милости Божией, такое служение мы не унываем. Он не говорил, что мы Богу делаем одолжение. Видите ли, я тружусь в Его винограднике. Нет, он говорил, Бог сделал мне одолжение. Мы по милости Его. Это Он разрешил нам трудиться в Его винограднике. Я однажды читал Деяния апостола в 20 главе и удивился служением апостола Павла. Он проделал большой миссионерский путь. За его спиной очень много, десятки, сотни церквей, которые он организовал. Многие тысячи уверовавших людей. Это можно было сказать, это герой. И вот апостол Павел идет в Иерусалим, и ему говорят, что вот что тебя ждет. И он говорит, я знаю, узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить свое служение и поприще Господу. Только бы с радостью. Знаете, когда я бы спросил себя, Вячеслав, вот ты после такого служения, что бы ты хотел бы больше всего желать? Я бы, наверное, сказал бы, только бы видеть результат своего служения, только бы видеть успех своего служения. Наверное, я бы больше на это акцентировал внимание. Но апостол Павел смотрел не на результат, не на успех, а на свое состояние. Как он это делает? Он говорит, только бы с радостью сделать тот труд, который Бог поручил. Потому что это труд для Бога, и Бог не хочет, чтобы мы трудились для Него с постными лицами. Бог не хочет, чтобы мы свое служение рассматривали как раб на галерах, который просто воздыхает и ненавидит свое весло. Бог хочет, чтобы мы это делали с радостью. Если я хорист, то я иду на хор с радостью. Если я проповедник, то я с радостью проповедую. Если я учитель воскресной школы, то я с радостью иду на этот урок. Потому что это служение для Господа. Только бы с радостью, с радостью совершить это служение. Вот какое служение сегодня Господь ожидает в следовании за Ним. Знаете, можно было много говорить, и я хотел бы идти к заключению. Сегодня молодым людям мы говорили о том, что нужно, чтобы следовать за Господом. Мы видим много историй жизни. Один умирающий отец, он собрал своих деток и говорит, Мэри, до свидания, я умираю. Но мы еще встретимся с тобой на небесах. Он обращается к другому ребенку тоже, до свидания, к третьему, четвертому, пятому. Он пропускает одного из сыновей и дальше, и дальше. До свидания, до свидания. Ворачивается ко второму, которого пропустил, и говорит, Джон, прощай. И он расплакался, папа, а почему мне прощай? Всем до свидания, а мне прощай. Он говорит, знаешь, сынок, ты был очень перспективным мальчиком. Мы возлагали на тебя большие надежды. Мы думали о том, что ты будешь верующим человеком, но ты увлекся этим миром. И ты пошел путем греха, и поэтому наши пути разошлись. Мы больше с тобой никогда не встретимся. И поэтому, Джон, прощай. Он говорит, папа, я хочу с тобой на небесах встретиться. Я хочу покаяться, я хочу новую жизнь. И он тут же склоняет на колени, и кается, и просит прощения у Бога. И потом, когда он встает, отец спрашивает, я сделаю это искренне. Он говорит, да, папа, я начал новую жизнь с Иисусом. И тогда отец протягивает ему руку и говорит, сынок, до свидания. До свидания. Я не знаю, друг молодой, посетивший собрание, как с тобой нам сегодня попрощаться. Сказать до свидания или прощай. Так может случиться, что жизнь оборвалась человек. И он больше никогда не успел примириться с Господом. Возможность дается порой один раз. Мы не можем сказать, царь царей зовет. Ничего, подождет. Левий услышал, зовет. Он сразу пошел. Вот агнец Божий. Они встали и пошли. И Иисус зовет. И это одолжение нам, чтобы я встал и пошел. Мне так нравится история с Фартимеем. Когда он услышал, что идет Иисус. Он кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. И тогда Иисус останавливается. И зовут его. И вот эти слова. «Вставай, не бойся, зовет тебя». Может быть, кто-то услышал этот голос. «Вставай, не бойся, зовет тебя». Я знаю, среди наших молодых братьев-сестер, которые ходят на наши собрания, выход вперед, он всегда помогает начать новую жизнь. Этот шаг, он всегда помогает показать церкви, своим друзьям, что вот с сегодняшнего дня я начал новую жизнь для Господа. И если есть в нашем собрании тот человек, который хочет начать новую жизнь, я хотел бы тебе сказать, «Вставай, не бойся, он зовет тебя. Кто хочет идти за мной, если ты хочешь, следуй за мной, отвергни себя, отвергни свое гордое я, смирись, возьми крест и следуй за мной». Давайте, братья и сестры, встанем на наши ноги. Давайте помолимся о тех наших друзей, родных, близких, которые еще не стали следовать за Иисусом. Давайте помолимся и за нас, если, может быть, я не так следовал за Иисусом. Может быть, нет у меня такой посвященности. Если кто-то уже принял решение начать новую жизнь, вдруг мы тебя приглашаем сюда вперед, и мы вместе с тобой давай помолимся за тебя, чтобы Бог дал тебе силы в следовании за Господом. Давайте будем молиться.